Мариуполь 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 Торжественное открытие фестиваля состоялось в театральном сквере. Всех собравшихся приветствовали представители городской власти, организаторы и партнеры фестиваля. Я желала бы всем авторам, которые прислали работы на фестиваль, найти своего зрителя сегодня. А всем зрителям получить большое удовольствие от просмотра интересных произведений, которые сегодня будут представлены на нашем кинофестивале. Я хочу пожелать всем участникам и членам жюри, а также всем зрителям хорошего настроения и новых творческих открытий. На сцене у драмтеатра развернулась концертная программа с участием городских вокальных и танцевальных коллективов, а также гостей из других городов. Самым ярким номером стал танец на ходулях. Продолжилась конкурсная программа в ДК «Молодежный», где в течение двух дней жюри выбирало лучшие работы. Как рассказали организаторы фестиваля, принять участие в этом конкурсе мог любой желающий. Специально для этого были максимально упрощены условия подачи киноработы на этот фестиваль. Работ пришло 50. География работ очень большая. Это и Москва, это Комсомольск-на-Амуре, это Киев, это Харьков, это Луцк, Луганск, Красный Луч, Запорожье, Донецк, Мариуполь. Оценивается работа целиком, то есть это коллективный труд. Конкурсных номинаций было шесть. Игровое видео, анимационное видео, клип, социальный ролик, фестивальное видео, иными словами, видеорассказ о фестивале и репортажное видео. Председатель жюри, режиссер одного из киевских телеканалов Артем Дробот, даже не подозревал, что этот фестиваль настолько популярен. Ему и другим членам жюри пришлось до самой ночи отсматривать конкурсные работы, которые, как заметил Артем, были достаточно высокого идейно-художественного уровня. Все жюри оценивает так. Операторская работа, режиссерская работа, сценарий, идея, задумка и капельку от себя. От фестиваля я ожидал, кстати говоря, от фестиваля я не ожидал такого количества работ, такого хорошего уровня. Особенно мне понравились мультики, клипы и кино постановочное. Эти кадры из короткометражного фильма «Белый журавлик». Автором и режиссером выступил киевский фрилансер Дмитрий Горбунов. Эта работа стала для Дмитрия режиссерским дебютом, но сразу вызвала симпатии жюри и в итоге стала победителем в номинации «Игровое кино». Просто я давно хотел снимать фильмы и вот наконец-то к этому пришел. Вопрос сейчас стоит остро о том, как бы, права женщины, то есть запретить аборт, либо как бы разрешить. Вот, наверное, из этого исходило. Вот, реализация была достаточно сложной, потому что это первая моя студенческая работа. Современные идеи и качество реализации советского времени. Идеальный баланс хорошего кино. Уверена член жюри, главный редактор всеукраинского молодежного журнала «Молодость, здоровье, красота», представитель газеты Верховной Рады «Голос Украины» Ирина Ольшанская. Украинское кино нужно возрождать, а идеи, хорошие идеи, дает сама молодежь. И, наверное, желание каждого взрослого, я к советским временам отношусь, чтобы все-таки вернуть отечественное кино и идеи закладывать нашей молодежи. А вот в номинации клип победителем стали одесская группа «Джоль». Девушки сами пишут песни и музыку. Более того, они придумали собственное направление в музыке – инди-джаз. Идея нашего клипа составлялась в том, что песня сама о свободе, она о том, что многое в нашей жизни сковывает человека, не дает ему продвинуться дальше. И вот мы пытались это изобразить так достаточно афористически. Взяли большой огромный чемодан, таскали его по заброшенному дому, там всякие препятствия проходили, дошли до крыши, сбросили его, как наши такие символические оковы, и оттуда вылетают бабочки, как символ этой самой свободы. Также были определены победители в номинациях «Анимация», «Социальный ролик», «Репортажное видео». Кристина Товстун, Андрей Бабкин, Александр Нурбердиев. Программа «События дня».